По сообщению Оперштаба правительства Приморского края, прирост новых случаев заражения коронавирусом в крае постепенно замедляется. Работа по стабилизации эпидемиологической обстановки в регионе продолжается. Меры противодействия распространению инфекции обсудили на заседании регионального Оперштаба, которое провел губернатор Приморья Олег Кожемяка. По информации территориального управления Роспотребнадзора, число пострадавших от COVID-19 в Приморском крае за последние сутки выросло на 211 человек. Темп прироста новых случаев несколько снизился. Он составляет 1,2% по сравнению с показателем 1,3%, который держался на протяжении всей прошлой недели. Заболеваемость на 100 тысяч населения в Приморье при этом в два раза ниже, чем в России в целом. По показателям заболеваемости наш край на 59 месте. Продолжается работа по увеличению коечного фонда в больницах Приморья. Дополнительные места появляются как в самих медучреждениях, так и в инфекционных центрах, открытых специально для пациентов с подозрением на коронавирус. Открылись 40 коек в городской больнице на Первой речке. Еще 40 мест открыли в больнице Дальнегорска. Продолжается открытие амбулаторных инфекционных центров, где идет прием только пациентов с подозрением на коронавирус. Они очень пользуются спросом. На Черемуховой, 32. За субботу приняли около 340 человек. Инфекционные центры работают в круглосуточном режиме. Прорабатывается возможность запустить бесплатные автобусы, которые будут возить пациентов из спальных районов при условиях строгого соблюдения санитарных требований. Об этом рассказал зампредседатель правительства, министр здравоохранения Приморского края Анастасия Худченко. Губернатор подчеркнул, что необходимо продолжить работу по стабилизации эпидемиологической обстановки, в том числе постоянный мониторинг за соблюдением санитарных требований в местах массового скопления людей и общественном транспорте. По итогам рейдов административных комиссий только за последние дни были крупно оштрафованы несколько баров и ночных клубов, которые нарушили запрет на работу в ночное время. Для справки, работа заведений общепита, баров, ресторанов, кафе в Приморье разрешена с 6 до 24 часов. В иное время данные заведения могут обслуживать граждан исключительно на вынос. Предприятия быстрого питания, так называемые пит-стопы, имеют право работать круглосуточно. Девять крупных городов и районов Приморья продлили каникулы для учащихся муниципальных школ в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. Следуя рекомендациям главного санитарного врача региона, к семи территориям, которые приняли такое решение, добавились Большой Камень и Черниговский район. Они также начнут учебный процесс с 16 ноября. Таким образом, на сегодняшний день распоряжением главы территории или руководителя образовательного учреждения каникулы до 15 ноября продлены в муниципальных школах Арсеньева, Артема, Большого Камня, Владивостока, Лесозаводска, Находки, Уссурийска, Октябрьского округа и Черниговского района. Напомним, ранее на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Приморье главный санитарный врач края предложила рассмотреть вопрос о продлении осенних каникул. Для учащихся школ на семь дней, исходя из ситуации в каждом муниципальном образовании. Губернатор региона Олег Кожемяка призвал глав территории, в первую очередь крупных городов, ответственно отнестись к рекомендациям Роспотребнадзора, оценить обстановку на местах и принять взвешенное решение. Мы должны посоветоваться и разумно поступить. Во время каникул можно провести дезинфекцию школ и обследование педагогов, заявил губернатор. Сегодня сотрудники органов внутренних дел отмечают профессиональный праздник. 10 ноября принимают поздравления все те, кто служит в органах внутренних дел, кто отдал службе многие годы своей жизни, кто нашел свое призвание в профессии защитника правопорядка. Профессиональный праздник – это возможность подвести итоги сделанному, наметить перспективы, высказать слова благодарности сотрудникам, добросовестно выполняющим свои обязанности. Данные статистики свидетельствуют о сокращении числа тяжких и особо тяжких преступлений, таких как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью на 8%, на 20% сократилось число квартирных краж, на 3,8% – карманных краж, на 11% – краж транспортных средств, на 2,5% – хищение мобильных телефонов, снизился уровень уличной и рецидивной преступности. В целом, оперативная обстановка в Приморском крае остается под контролем правоохранительных органов. Стабильно высокими остаются показатели раскрываемости убийств, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, разбойных нападений. В Приморье созданы необходимые условия для организации деятельности общественных формирований, правоохранительной направленности и народных дружин. В охране общественного порядка в этом году принимали участие 5858 граждан. При содействии дружинников задержано 11 подозреваемых в совершении преступлений, пресечено свыше 2700 административных правонарушений. Большая работа проделана в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Главный результат всех предпринятых мер – это сокращение дорожно-транспортного травматизма. Количество ДТП уменьшилось на 10,6%. Сегодня к сотруднику полиции предъявляются самые высокие требования, как со стороны профессиональной среды, так и со стороны общественности. Наряду с такими качествами, как профессионализм, физическая выносливость, порядочность, на первый план выходит хорошая морально-психологическая подготовка, стрессоустойчивость, умение быстро и объективно оценивать обстановку, принимать правильные решения в условиях дефицита времени. Уважаемые коллеги, дорогие ветераны, поздравляю вас с днем сотрудника органов внутренних дел. От нас зависит порядок на улицах, спокойствие граждан, их уверенность в собственной безопасности. Заслужить доверие людей мы можем только ответственным отношением к делу, вниманием к проблемам каждого, а главное – грамотной и профессиональной работой. Сегодня мы отдаем дань уважения нашим товарищам, погибшим при выполнении служебных обязанностей. Склоняем головы перед их подвигом. Слова особой признательности хочу выразить ветеранам. Вы остаетесь в строю и передаете опыт молодому поколению сотрудников. Дорогие коллеги, прошу вас передать слова благодарности членам ваших семей за поддержку и понимание. Наши служебные достижения, успехи, звезды на погонах – это и их заслуга. Перед нами стоят масштабные задачи. Уверен, что они будут выполнены качественно и своевременно. Ведь для каждого из нас защита правопорядка – это не просто работа, а любимое дело, которому мы посвящаем всю свою жизнь. Благодарю вас за добросовестную службу. Желаю личному составу нашим ветеранам крепкого здоровья, благополучия и профессиональных успехов. Всего вам самого доброго! Субтитры создавал DimaTorzok